Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Валерий Мартыненко, вы находитесь на моем канале о мужском стиле и о мужских удовольствиях. Сегодняшний ролик будет как раз об удовольствиях и одним из самых интересных и гастрономических удовольствий является кофе. В этом ролике мы расскажем вам о том, как приготовить классный кофе дома, покажем вам 4 способа на разных кофемашинах и в той же турке, обучим вас каких-то элементарных правил, устраивайтесь поудобнее друзья, а мы подготовили для вас кое-что интересное. В конце мы приготовим авторский напиток, который уже стал визитной карточкой кофе инэкшн, да и города Киева. Это напиток Flat Red, в составе у которого настоящие гранаты. Как говорят итальянцы, секрет приготовления идеального кофе состоит из трех составляющих. Это грану, зерно, макина, машина и ману, руки, которые будут делать. Я в гостях у моего друга Вадима Грановского. Расскажи два слова о кофейне. Я с гордостью могу сказать, что эта кофейня является номер один в TripAdvisor в Киеве. Да, мы действительно лидеры киевского рейтинга TripAdvisor. Мы дважды номинированы национальной ресторанной премии соль на звание лучшей кофейни. Мы маленькая кофейня с международной известностью. И я люблю называть это место кофейня объятий. Вау, почему? Тут много обнимаются. Все, кто приходят сюда, все наши гости, это либо наши друзья, либо те, кто станут нашими друзьями. И здесь время течет особенно. Тут происходит роскошь медленного времени. Какой способ приготовления кофе является твоим любимым? Давай с него и начнем. Ты знаешь, я люблю классику. Это кофе в джезве. Кофе по-турецки, кофе по-восточному, очень дипломатичное название. Кофе на песке, хотя можно, конечно, готовить и на газовой плите, и на электрической плите, и в костре, на углях. То есть это способ приготовления кофе, который по-настоящему народный. Помимо таланта, Вадима, мне нравится еще и его скромность. Он мог сказать бы, что он является чемпионом Великобритании по приготовлению кофе в джезве, но тактично умолчал. А еще финалистом чемпионата мира. Я не знал, кстати, что проводят такие чемпионаты. Расскажи в двух словах подробнее. Люблю об этом рассказывать, потому что это отдельный мир. И я в таком случае, рассказывая про это, становлюсь проводником в отдельный мир. То есть это как профессиональный спорт. Есть дворовый футбол, есть чемпионат мира по футболу, есть кофе, который вы готовите дома, а есть профессионалы, лучшие двористы мира, которые состязаются ежегодно в национальных и мировых чемпионатах. И действительно, в 2014 году я стал чемпионом Великобритании и стал финалистом, дважды финалистом чемпионата мира. Сегодня мы в очень коротком мастер-классе расскажем вот эти чемпионские знания для того, чтобы дома каждый стал чемпионом вкуса на собственной кухне. Начнем мы с помола, точнее начнем мы с кофе, с зерен кофе, которым будем смалывать. Ты упомянул про грана, зерно. Все начинается действительно с зерна. Я просто обязан рассказать тебе о кофейном зерне, о свежей обжарке, о спешлти кофе, потому что с этого все начинается. Качественное зерно дает нам шанс приготовить вкусный кофе. Когда ты покупаешь кофе, когда ты выбираешь кофе, внимательно смотри на дату обжарки. Сегодня 12 ноября. По сути, этому кофе... Меньше двух недель. Две недели. Две недели. Вопреки стереотипам, кофе это скоропортящийся пищевой продукт, потому что он на пике своих вкусовых и ароматических качеств месяц-полтора. А потом он экстремительно теряет. И уже не важно, сколько вы заплатили за этот кофе, какой бренд на упаковке, вы покупаете кофеин. Но не покупаете вкус. Это уже не деликатес, это просто горячий, бодрящий напиток. Что тоже неплохо, но хотелось бы получить удовольствие. Поэтому всегда смотрите на дату обжарки. И в идеале упаковка кофе должна содержать вот такой клапан. Это односторонний клапан, который выпускает углекислый газ, но предотвращает контакт с кислородом, чтобы не происходило окисление. Мы сохраняем все яркие вкусовые качества кофе, за которые мы ценим напиток. Вот сейчас я его подтискаю. Можно будет вдохнуть. Можно будет открыть. Пахнет бодряще. Почувствовать этот аромат. По сути, мы говорим о кофе как о деликатесе, как о гастрономическом продукте. Спешлти кофе и кофе свежеобжарки – это такой новый концепт. Вы когда знакомитесь с этим кофе, представьте, что всю жизнь вы занимались анонизмом. А потом узнали, что существует секс. Так вот, спешлти кофе – это секс. А свежеобжарка – это как секс с любимой женщиной. Поэтому свежесть обжарки – ключевой момент. Идем дальше. Кофе нужно смолоть. Я подготовился, я знаю, что есть арабика и есть робуста. Расскажи, в чем разница и что это за сорта. Есть два наиболее широко используемых вида кофе – это арабика и робуста. Арабика – это благородный, изысканный кофе, как правило. С теми вкусовыми качествами, которые делают этот напиток особенным. Робуста – это дешевый посредственный кофе, который часто становится сырьем для производства растворимого кофе. Ценители настоящего, ценители ярких, утонченных вкусов, конечно же, должны пить арабику. Потому что робуста большинство из вас разочарует. А бленд? Можно ли смешать одно с другим? И будет ли хороший результат? Безусловно, бленды делают. И робуста дает высокое содержание кофеина. Потому что, что важно, в арабике менее 1% кофеина. В робусте, как правило, до 3%. Когда кофеина много, это не очень хорошо. Казалось бы, вы получите заряд бодрости, но нет. Вы получите больше кофеина, чем бодрость. Вы получите тревожность. Вот те симптомы, которые часто портят день людям, когда учащается сердцебиение, давление, появляется ощущение тревожности. Это кофеин, высокое содержание которого стимулирует выработку кортизола, гормона стресса. С кофе нужно быть аккуратным. Также, как и с алкоголем, есть культура употребления. Если вы взаимодействуете с этим напитком правильно, вы получите удовольствие. Если вы злоупотребляете, быть беде. В процессе обжарки мы используем оптический сортировщик, который помогает нам убрать любые дефекты обжарки, зерна. И получаем идеальные зернышки, которые, если мы все сделаем правильно, дадут нам идеальную чашку. Эти зернышки не похожи друг на друга, они чуть-чуть отличаются. Видно, что они одного сорта. Это эфиопская арабика высокогорная. И очень часто зерна из эфиопии могут выглядеть невзрачно. Но это не селекционированная первозданная арабика, которая хранит вот этот настоящий вкус кофе. Потому что эфиопия – это родина кофе. Часто этот кофе называют «мама кофе». Этим деревьям может быть 80 и больше лет. Очень часто этот кофе даже невозможно идентифицировать на уровне сортов. Их объединяют общим названием «эфиопиан эллиум» – «наследие Эфиопии». Там бывают монтации, на которых еще дикорастущие деревья арабики. То есть такая экосистема, зарослы. И тогда прям вкус уникален. Я очень люблю кофе из эфиопии, потому что он практически весь чистый с точки зрения экологии. Он органик. А какие еще странные экспортируют кофе? Я знаю, я имею в виду. Десятки. Если взять первую пятерку – Колумбия, Вьетнам, Индия, Бразилия. Но сейчас кофе выращивают даже в Австралии и в Китае. Ну что, следующий шаг – это помол. Вот это вот очень важный момент. Помол. Мы взвесим 16 грамм кофе. Магическая цифра. Этого хватает на одну чашку или на две? Мы будем готовить две порции. То есть 8 грамм – это одна чашка? 8 грамм в данном случае на одну порцию. Можно сказать, что есть некий золотой стандарт в рецептуре приготовления кофе. Если используете один к десяти, 100 миллилитров воды на 10 грамм кофе может получиться вкусно. Разные способы приготовления. Но вот эта золотая формула даст вам яркий, насыщенный вкус. Зерна мы отправим в кофемолку. Кофемолка особенная, потому что нам нужен особенный помол. То есть вот эта кофемолка – это официальная кофемолка чемпионата мира среди бариста. Тут есть соответствующий значок. Что это значит? Точный, качественный, быстрый помол. Это немецкая кофемолка. Малькёник ИК-43С называет себя король кофемолка. Для кофе по-восточному очень важен помол. Он должен быть тонким. Фактически мы должны превратить кофейные зерна в пыль. Мне очень нравится аромат свежемолотого кофе. С такой скоростью. И очень жаль, что люди, которые приходят в кофейню, не могут насладиться вот этим вот ароматом. Потому что это часть удовольствия, часть сенсорного удовольствия. Современная подача кофе такова, что вы получаете готовый напиток. В лучшем случае ароматом наслаждается барист. Перфето. Я покажу, как проверить, правильно ли помол для турочки. Вот мне нужна твоя ладонь. Я предлагаю сейчас оставить отпечаток пальцев на кофе. Вот хорошо видно, что отпечатки остаются. Фактически мы смололи кофе в пыль. Далеко не всякая кофемолка на это способна. Это очень важно для кофе по-турецки. Потому что в Турции, как правило, используют кофемолки с каменными женовами. Которые смалывают именно в пыль. И если говорить о приготовлении кофе дома, то можно использовать просто ручные кофемолки. Которые могут стоить 100-200 евро. И будут давать качественный помол. И на самом деле смалывать непосредственно перед приготовлением крайне важно. То есть молотый кофе, купленный в супермаркете, отказать? Это компромисс. А сколько стоит такой монстр? Этот монстр стоит порядка 3000 евро. И он этого стоит. Скорость, точность помола, универсальность. Здесь диапазон от джезвы в пыль до френч пресс, когда это такие куски, как соль. Продолжаем. У нас есть две турочки. Эти турочки из чистого серебра. Это мой чемпионский сет. Я с такими турочками выступал на чемпионат. С такими или именно с этими? И с такими, и с этими конкретно. Турочки могут быть разные. Медь, керамика, глина. Любой другой материал, металл. То есть это всегда примерно вот такая форма. Широкое дно, узкое горло. И вот это узкое горло нам нужно для того, чтобы здесь образовалась пробка. И поэтому тонкий помол, масла кофе и мельчайшие пузырьки воздуха формируют в самом узком месте джезвы пробку, которая фактически блокирует газообмен. Мы очень медленно нагреваем кофе, экстрагируем массу вкусовых веществ, получаем яркий, насыщенный, густой, как ликер, кофе. Начнем. Сейчас нам необходимо отправить кофе молотый в турочку. Две ложки. Получаешь удовольствие от процесса. Медитативный эффект. Погоди, мы доберемся еще до песка. Это же миниатюрный пляж в центре Киева. Мы не использовали весь кофе. Почему? Давай используем. Я чуть с запасом смолол, чтобы мы могли на руках его покатать и так далее. Обычно рецепт 7-8 грамм. Я использовал 8, поэтому у нас был небольшой запас. Но мы отправим его в турочку и получим крепкий кофе. В одном из них будет сахар. Если вы считаете, что сахар должен быть частью вашего кофе, смело это делайте. Выбирайте хороший сахар. Я, к примеру, использую неочищенный свекловичный. И всегда добавляете сахар в турочку. То есть сахар должен быть частью процесса заваривания. Если вы добавите сахар потом и просто размешаете, это будет совершенно другая химическая реакция. Не будет так вкусно, как этим способом. Это свекловичный сахар, да? Это свекловичный, неочищенный украинский сахар. Он ничем не уступает тростниковому, либо, скажем, кокосовому. По вкусовым качествам у него такие приятные карамельные нотки. По сути, в этом сахаре оставлена патока. И стоит он в три раза дороже, чем обычный белый сахар. Теперь водичка. В джезвах есть заклепки. И когда мы наливаем воду, мы набивляем очень аккуратно. Наливаем до заклепки. Вода должна быть комнатной температуры, не горячая, как часто рекомендуют. Потому что если вода горячая, вы ускорите процесс приготовления. А мы ведь хотим сделать кофе не быстро, а вкусно. И нам нужны порядка трех-четырех минут, чтобы получить, стоп, яркий, насыщенный вкус. Вне зависимости от нагревающей поверхности, костер, уголь, песок, газовая плита, керамическая плита, ставим джезвы на нагревательную поверхность. Если это песок, закапываем поглубже, прям до нагревательного элемента. Обнимаем каждую турочку горячим песком. Температура песка порядка 200 градусов. 176. 176. Нагревательный элемент 250. То есть здесь происходит медленное нагревание содержимого джезвы. На определенном этапе, примерно через минуту после начала, мы должны сделать один очень важный момент. Необходимо размешать содержимое деревянной палочкой. Это необходимо, чтобы полностью избавиться от любых комочков, которые могли образоваться в процессе заваривания. То есть размешиваем аккуратно, чтобы не расплескать. Избавляемся от комочков кофе, которые могут там образоваться. После приготовления такой чашки кофе, кофе-брейк становится действительно кофе-брейком. А не каким-то, как сказал Вадим, анонизмом. Послушай, ну на самом деле это же Восток. Это Восток. Если эспрессо, это быстро приготовленный кофе, который ты быстро пьешь, получаешь заряд бодрости, ускоряешься, чтобы догнать время, чтобы успеть, то это Восток. Здесь никто никуда не спешит. Ты не догоняешь время, ты скорее его останавливаешь. Восток дело тонкое. Красиво сказал. Ты останавливаешь время. И вот теперь начинается самое интересное. Кофе живет. Вот эти крема, вот эта пробка, о которой я говорил, она меняет цвет, она подымается. Если мы все делаем правильно, подымается медленно. Напоминаю, время заваривания не менее трех минут, желательно 4-5. Тогда мы экстрагируем все вкусовые компоненты из кофе, а не просто закипятим воду. Задача приготовить вкусный кофе, а не приготовить быстро. Здесь происходит алхимия. Цвет кремов вот этой поверхности меняется. Она из карамельной становится шоколадной. Это очень аппетитный процесс. Кофе как будто дышит. Умный океан, солярис. Вот он готов. Забираем. И выливаем в чашечку. Чашка у тебя тоже необычная. Я считаю, что вкус зависит процентов, наверное, на 30 от посуды, из которой ты пьешь на пинток. Я согласен. Значение посуды сложно переоценить. Это все очень важно. И здесь чашка, которая действительно создана для кофе по-восточному. Она такой же формы, как джезва. У нее широкое дно, узкое горлышко. Эта чашка сделана в Турции человеком имени Фарук Малхан. Он простылся тем, что создал идеальные чашки для кофе и идеальные чашки для чая. А и тот, и другой напитки – это столбы гастрономической культуры страны. Вторая турочка готова. Вот она точно так же медленно поднимается. Снимай вот эту турочку. Обрати внимание на подлевую руку. Вау. Это сет право-лево. Все, забирай. Как ты понимаешь, что он подошел кверху. Он подошел кверху. У нас есть два индикатора. Время – 3-4 минуты. И крема, которые подошли кверху. Выливай все, что есть в джезве, в чашечку. Можешь смело выливать все. Ох, какой густой. Он прям как горячий шоколад. Такие есть. Как ликер. Таким и должен быть. Вот это – настоящий кофе по-турецки. Потрясающая крема. Действительно выглядит, как шоколад. Пахнет. Пахнет, как шоколад с пряностями. Хотя никаких пряностей там нет. Да, действительно, такой рождественский аромат. Скажи, пожалуйста, какие правила питья? Через сколько секунд пить? Я вижу, ты приготовил воду. Пить воду до или после. Или что нужно знать? Ты знаешь, у каждого напитка есть культура употребления. У кофе по-восточному она глубокая. И на самом деле, если сделать правильно, то просто получишь гораздо больше удовольствия от напитка. Главное правило – должна быть вода. Знаешь, зачем? Наверняка освежить рецепторы. Так и есть. Мы водичку пьем до того, как пьем кофе. Именно для того, чтобы очистить ротовую полость и подготовить наши рецепторы к наслаждению. А вот после вкуса, если кофе хорошо приготовлен, мы не захотим убирать водой, как часто рекомендуют. Не нужно пить воду после кофе. Вот это длительное ореховое шоколадное после вкуса должно нести вам удовольствие через 20 минут, даже через 20 минут после того, как вы пили кофе. И очень важно, после того, как кофе по-восточному приготовлен, не спешить пить. Минута-полторы этот кофе ждет, потому что должна осесть кофейная гуща, именно поэтому чашечка, правильная чашечка для кофе по-восточному, вот такая. Оседает гуща и немножко падает температура. Мы делаем первый глоток. Слушай, я давно не пил кофе с сахаром, но мне прям нравится. Получается очень сбалансированный вкус. Свекловичный неочищенный сахар за счет своих карамельных ноток хорошо сочетается с кофе. Ты получаешь прям такой сложный вкусный букет, который я бы не назвал его сладким. Ты знаешь, что там сахар есть, но он точно не является сладким, и вкус кофе хорошо чувствуется. Что мне нравится в кофе в восточном? Чашечка маленькая, но она может длиться 10 минут. Ты аккуратно делаешь маленькие глоточки, причем каждый следующий глоток может отличаться от предыдущего, потому что падает температура напитка. Чем температура ниже, тем больше вкусовых оттенков мы ощущаем. Плюс кофейная гуща, которая находится в чашке, продолжает отдавать вкусы. Поэтому каждый следующий глоток открывается по-новому. Я слышу кислинку, но она не такая явная, как в итальянском эспрессо, но все же присутствует. Это характер арабики, я так понимаю? Да, арабика, как правило, обладает такими богатыми оттенками, среди которых может быть кислинка, может быть горечь. Например, горечь шоколада. Могут быть ореховые нотки, могут быть нотки пряностей. Кислинка тоже может быть разная. Может быть цедра гейпфрута, может быть апельсиновая какая-то, цитрусовая. То есть это на самом деле хорошо, потому что мы ценим кофе за вот это разнообразие вкусов и ароматов. И наш мозг получает удовольствие, ликует, потому что много разных ощущений, как правило, приятных. Допивать ли чашку до конца или там должно остаться? На самом деле здесь три уровня. Крема, который мы уже выпили, тело кофе, который чистый кофе. И вот еще глоток ты сделаешь, ты видишь, как там на дне, таким гелеобразным слоем уложено гуще. Ее мы, конечно же, не пьем, мы на них гадаем. Спасибо. Было. Было вкусно. И не хочется запивать этой водой. И не хочется запивать. И уверяю тебя, послевкусие с тобой надолго. Скажи мне, что ты думаешь по поводу кофемашин? Это очень важная, большая тема. Машины есть дорогие, дешевые, современные, старинные. Что лучше, как выбрать свою идеальную машину, сколько должна стоить хорошая кофемашина? Я знаю, что ты занимаешься, помимо того, что владеешь кофейней, делаешь мастер-классы и прочее, у многих моих знакомых кофемашина дома или в офисе, которую поставил ты. Моя мечта и, возможно, миссия, я хочу сделать так, чтобы у каждого дома был вкусный кофе. Если ваш любимый кофе – это эспрессо, не обойтись без эспрессо-машины. Без хорошей эспрессо-машины, потому что хорошую эспрессо можно приготовить только при помощи правильного оборудования. Я покажу сегодня несколько таких машин. Автоматическую, рожковую, профессиональную, сделанную для дома. Вообще, мы сейчас затронули очень интересную тему, потому что все то, что происходит в мире, привело нас к некому тренду. Люди хотят уметь готовить вкусный кофе дома самостоятельно. Они учатся этому, они покупают оборудование и готовят вкусный кофе дома для себя, для близких. Это совершенно невероятно, потому что этого давно не было. И производители стали создавать маленькое профессиональное оборудование, которое можно установить дома. И сегодня одну из таких машин я покажу. Второй способ приготовить кофе, приготовить его на эспрессо-машине. Расскажи, чем эспрессо-машина отличается от кофе-машины, почему именно эспрессо, готовит ли она только один вид кофе, или можно все-таки сделать что-нибудь с молоком, или как не любят в Гуд Вайне, американо. Можно сделать все, что угодно. Это инструмент. Я бы сказал, что это инструмент удовольствия. Поэтому эспрессо может быть основой для любого другого напитка. Американо, капучино, флет-вайт, флет-рэд. The sky is the limit. Вот твоя фантазия – это все, что тебя ограничивает. Машина способна на многое. Эспрессо очень долго был напитком, который готовили в кофейнях. Профессиональное оборудование всегда было в кофейнях. Дома были домашние или полупрофессиональные эспрессо-машины. Сейчас тот период, когда мы можем пожинать плоды прогресса. Четвертая индустриальная революция. Профессиональное оборудование эспрессо-машины пришли домой и стали нашими лучшими друзьями. Перед вами одна из них – это Виктория Ардуино. Это семейная итальянская компания, которая существует с 1905 года. Пионер эспрессо-культуры. Вот они сделали машину, которую я очень люблю, потому что здесь есть все. Она создана для ценителей. Не для профессионалов, а для ценителей. И способна при умелом использовании превзойти кофе в кофейне. В хорошей кофейне. Что, собственно, нужно понимать? Эспрессо-машина готовит эспрессо. Это значит, что температура, давление и другие важные для приготовления эспрессо компоненты под контролем. И если это профессиональное оборудование, то под полным контролем. Я очень коротко расскажу про ряд моментов, которые крайне важны и которых не было раньше. Очень простой пример – каплесборник. Вот здесь есть отверстие, в которое вставляется стиммер. Это вот трубка для взбивания молока. И этот каплесборник решил очень много проблем, потому что дома, когда ты ставишь кофейное оборудование, летят брызги воды и молока. Если у тебя красивая дорогая мебель – проблемы. А здесь вот это изящное отверстие решает эту проблему. То есть стиммер уходит в каплесборник, и машина очень аккуратна в работе. Более того, вот этот стиммер необычный. Он называется Cool Touch. Он не нагревается в процессе работы с машиной. Когда вы взбиваете молоко, он остается прохладным, и вы никогда не получите ожог, что часто происходит с бариста в профессиональном оборудовании. Есть еще один интересный момент. В стиммере может быть опция, которая называется Easy Cream. Фактически у вас там находится термощуп, и вы через приложение задаете температуру молока, которому комфортно, скажем, 60 градусов. А дальше вы ставите питчер с молоком или даже просто стакан, и машина сама взбивает молоко до необходимой температуры. Вы его никогда не перегреете, получите идеальный капучино или флотвайд. Ты сказал через приложение. Ты имеешь в виду, что можно скачать себе на телефон приложение вот этой кофемашины и руководить ей с телефона? По сути, теперь это наш друг. Это робот. То есть в ней есть все эти качества, которые мы ценим в итальянских эспрессо-машинах. Вот она очень тактильная. Это металл. Здесь еще много красивых дизайнерских решений. Металл, кожа и так далее. То есть это вот соприкосновение с инструментом и с творческим материалом с кофе одновременно. Но при этом у нее есть приложение с экрана смартфона. Ты начинаешь с ней взаимодействовать, выбирать показатели, которые нравятся тебе. Больше воды, меньше температура, давление. Вот все то, что влияет на вкус. Более того, ты можешь запоминать те рецепты, которые тебе понравились. Вот ты готовишь себе утром кофе и хочешь, чтобы он покрепче. Чуть поднимаешь давление, чуть поднимаешь температуру. Получаешь такой крепкий, насыщенный утренний двойной эспрессо. А вечером ты хочешь совершенно другой напиток. Все это можно запомнить. А сколько можно запомнить? Например, у меня есть там, например, 200 любимых клиентов, которые приходят ко мне выпить кофе. Ты можешь запомнить каждого из них. Более того, ты можешь использовать рецепты, которые созданы другими. Например, инженером Виктории Ардуино или чемпионом мира среди бариста. И вот их рецепты тоже в этом облаке. Ты можешь их использовать для приготовления кофе садома. То есть по сути мы говорим о том, что это наша собственная социальная сеть или же Metaverse. Кофейный Фейсбук, да. Та самая ноосфера кофейная, из которой можно черпать. И вот таких деталей, их много. Например, вот смотри, мы сейчас забираем холдер, и она автоматически промывает рабочую группу, чтобы там не оставалось остатков кофе. То есть вот таких решений много. И вот эти новые машины становятся, дают нам возможность дома готовить кофе такой же, а то и лучше, чем в кофейне. Машина для ценителей, а не для профессионалов. Но все равно здесь нужно обладать какими-то базовыми навыками работы бариста. Например, вот я считаю, наверное, одно из самых сложных, как правильно уложить эту таблетку. Пока я тебя обязательно научу. Ты знаешь, да, нужно обладать навыками, нужно взять на себя ответственность, чем ты себя наполняешь и как это сделать вкусным. Так же, как когда ты будешь автомобиль, ты должен научиться это делать. Перед тобой фактически автомобиль. Ответственность за то, что пьешь ты и твои близкие, исключительно тебе. Если ты захочешь сделать кофе вкусным, придется инвестировать время и деньги в результат. Мы сейчас будем смалывать кофе, ты будешь укладывать кофейную таблетку, будем готовить эспрессо. Кофе используем тот же, что и для приготовления в турке. Мы используем ту же эфиопию, которую использую для приготовления кофе в джезве. Другой помал, другая степень помала, гораздо крупнее. Ароматика меняется. Да, действительно, отличается букет. И теперь переходим к тому, чего ты боялся. Глаза боятся, руки делают. Молотый кофе отправляем в холдер. Держи. Его нужно поставить вот в эту выемку, взять тампер и аккуратненько темпернуть. Темпернуть. Как учил меня гуру Вадим. Ты не любишь, да, это слово? Терпеть не могу слово гуру. Оно обязывает соответствовать чужим стереотипам. Нажимай. Прекрасно. Теперь вставляй в рабочую группу. Оп! Две чашечки. Как научил меня Вадим, чашки нужно ставить. Она, кстати, очень так хорошо подогревает. Чашки обязательно должны быть горячими. И их нужно ставить именно на донышко. Для того, чтобы они прогревались со дна. И тут есть еще момент эстетики. Если вы ставите их вверх ногами, ваши близкие касаются губами того, на чем стояла эта чашка. Там может лежать пыль, там может быть все, что угодно. Поэтому чашка должна стоять вот так. Если в кофейне, в которую вы ходите, они стоят вверх ногами, огорчитесь. Поехали. А что за чашки такие красивые? Итальянская. Тяжелая. Компания. Мы же сегодня про Италию. Эспрессо-машина. Эспрессо. Чашечки из Италии. Называется Ancap. Каждая чашечка расписана вручную. И вот мы пили кофе по-восточному. Там посуда обладает определенными свойствами. Здесь точно так же. Форма, толщина стенок, объем. Все рассчитано на то, чтобы вытащить максимум удовольствия именно из эспрессо. Запускаем. Кнопочка посередине. Оно закончит течь самостоятельно? Мы остановим. Мы смотрим на толщину струйки, мы смотрим на объем. Мы знаем, когда остановить. То, что оно так дергается, это нормально? Ты знаешь, в данном случае да. Готовил дилетант. Присовал. Этого не должно быть, но это терпимо. Выключай. Вот смотри, у нас две чашечки эспрессо. С достаточно приличными кремами. Крема – это пена. Да, это вот эта пенка. И неплохой текстур. Да, можно менять помолу, усовершенствовать, но это уже будет достойный напиток. Давай попробуем. Ну, богатый вкус. Совершенно другой, тот же кофе, но другой способ приготовления, другая степень помола, другой результат. Я до сих пор не знаю, что является моим любимым способом готовить кофе. Когда я пью кофе в джезве, я считаю, что это кофе в джезве. Когда я пью хорошее эспрессо, у меня начинают доливать сомнения. Я думаю, что я не буду расставирать по местам. Это два моих любимых способа готовить кофе. Когда-то один итальянец сказал, говорит, я не могу выбрать, какие… Я спросил, говорю, из всей коллекции, какие пары ваши любимые. Это было про обувь. Он говорит, это как выбирать между двумя моими детьми. Говорит, я не понимаю, это или это. Я предлагаю тебе следующее эспрессо приготовить при помощи приложения. Скачал приложение, подключился к машинке, и теперь можно хулиганить здесь как угодно, дистанционно. Представляешь, сколько людей, купивших эту машину, будут нарезать понты. Потому что сейчас мы на территории новых возможностей, которые далеко не всем доступны. При помощи приложения ты можешь менять температуру приготовления. Менять давление для того, чтобы взбить молоко. Использовать рецепты, другие рецепты, создавать свои. То есть у тебя фактически программное испечение для того, чтобы получить максимум от этой машины и удивить гостей или близких. Давай откроем приложение и, например, поменяем температуру приготовления. У тебя должно быть окошко, на котором есть возможность поменять температуру. Как правило, чем выше температура, скажем, 94, 95 или 96 градусов, тем возможна экстрактивность. То есть мы больше компонентов вкусовых заберем, экстрактивность будет выше. Точно так же мы можем снижать температуру. Мы можем при помощи игры с температурой получать разные вкусы. Мы также можем играть со временем. Время приготовления поставить 20 секунд, 30 секунд и так далее. То есть ты начинаешь тончить для того, чтобы вытащить те вкусы, которые принесут удовольствие на тебе. И тот рецепт, который тебе понравится, ты запоминаешь. Более того, у тебя там есть опция библиотека рецептов, других рецептов. Главный инженер Виктория Ардуино, чемпион мира среди бариста. Либо мой рецепт, либо созданный тобой. То есть вот эта библиотека вкусов позволяет превратить свой дом в кофейни. Круто. Заходи в любой из этих окошек, нажимай кнопки. Где-то температура по умолчанию 94 градуса. 94. Мы можем ее поменять. То есть это все происходит при помощи нажатий плюсик. 94,5 сейчас. Мы можем добавить давление в баке, где вода, которую используют для приготовления. Мы можем добавить давление для того, чтобы взбивать молоко. У нас новые возможности, которых не было раньше. И все это нажатием на кнопки на экране смартфона. Они специально спрятали все внутрь, для того, чтобы было удобнее для смартфона. Все равно есть у всех. Все спрятали вообще в облаках. В ноосфере. Да, это все в облаке. То есть, опять же, мы можем сейчас заглянуть в гости. Нажимаем клауд. Выходим в облачные рецепты. И вот сейчас просто смотрим, кто и что здесь оставил. Вот кнопочка мастер. Давайте посмотрим, что здесь. Это рецепты. Вот смотрите. Эндрю Эйрман. Это один мой друг из Швейцарии. Чемпион Швейцарии среди бариста. Вот Дэйл Харрис. Это британец. Чемпион Великобритании. Чемпион мира 2016 года. Если мы возьмем рецепт Дэйла Харриса, то все, что нам нужно, это сейчас просто прочитать, что он рекомендует. И запустить машину. Вот сейчас загружай. Ставь чашки. И запустим рецепт чемпиона мира среди баристов. С телефоном. Причем он все расписал. Посмотри, вкусы. Что нам ждать от этого кофе? Ну вот круто. Реально круто. Я, честно говоря, в восторге. Я сам до сих пор не знаю всех возможностей. Я только начинаю эту машину изучать, но я уже понимаю, что это нечто особенное, так как это новая лига. Я думаю, что мы можем остановить. Ну вот, собственно, таким образом мы невидимыми нитей сейчас связаны с Дэйлом Харрисом. Дэйл, привет из Украины. Мы в Киеве пьем кофе по твоему рецепту. Что мне нравится в этой машине? По сути, это профессиональная машина в очень компактном размере, которая стильно впишется на вашу кухню или офис, или салон красоты, или старец на центр. Любое место, где нужно радовать людей вкусный кофе. Мне очень нравится, что она и тактильная, вот эти все вещи, это итальянский промышленный дизайн, который завораживает. Но также она придется по вкусу тем, кто любит цифровой мир. При помощи приложения мы превращаем ее в место силы со связью с космосом. Представляете, каждый из ваших гостей может быть запрограммирован здесь, и вы можете запомнить его персональный кофе, который он любит. Есть у нас что-то старое, доброе, вечное. Мне бы хотелось, чтобы лет через 10 так говорили про Flat Red. Flat Red, друзья, это не просто кофе. Вы наверняка слышали о таком напитке, как Flat White. А перед вами изобретатель нового, эксклюзивного напитка под названием Flat Red. Flat Red, я бы хотел считать, некоторые так говорят, что это новая кофейная классика. То есть, в целом, создание новых напитков в кофейной сфере, это крайне сложно, потому что все уже известные эспрессо, капучино, латте и так далее, это делали десятки лет. И поэтому, когда появляются новые напитки, например, Raff Coffee, и эти напитки становятся не просто визитной карточкой одной кофейни, а становятся популярными в нескольких странах, а то и во всем мире, вот это уже совершенно иной уровень. Потому что, если ты бесконечно готовишь даже безупречный Flat White, ты готовишь напиток, который создал кто-то, так же, как и миллионы других бариста. Когда ты создаешь свой напиток, свой авторский напиток, это уже иная лига, ты создаешь. Вот, к счастью, у меня получилось создать напиток, который стал и нашей визитной карточкой, и даже, вероятно, на новой кофейной классикой, и точно стал причиной, почему эта кофейня в топе TripAdvisor. По сути, это эспрессо и гранатовый сок. Напиток создан как иллюстрация автомобиля. Автомобиль Алексус, это модель NX, это умный кроссовер, гибридный. Мы работали с Лексус на мероприятии, где нужно было рассказать про автомобиль, про три модели автомобиля Лексус при помощи напитков. Я создавал авторский напиток под каждый автомобиль, взяв автомобиль на тест-драйв, получил бриф от креативного агентства и так далее. Каждый напиток рассказывал про внедорожник LX, кроссовер RX и компактный кроссовер NX. И который, надо заметить, больше всего меня вдохновил, потому что он был белый с темно-красным кожаным салоном. И вот об этом цвете я захотел рассказать. Взял название Flat White, убрал White, добавил Red. Так же, как с автомобилем, он белый, но красный салон. Ты подходишь к белому автомобилю, садишься внутрь, а там иное измерение, оно красное. Вот так же получилось с напитком. Любой, кто слышит Flat, подсознательно думает про White, но получает Flat Red. Мы смешали апельсиновый сок, гранатовый сок и кофе. И получили не только цвет требуемый, но и совершенно новое сочетание, новое измерение во вкусе. Напиток был презентован, был успешен. Мы добавили его в меню кофейни, и через несколько лет он стал нашей визитной карточкой. Я запатентовал и зарегистрировал торговую марку. Мы презентовали этот напиток на мировом экономическом форуме в Давосе в Украинском доме. И более того, я думаю, что именно этот напиток сделал мне лицом рекламной компании Lexus, которая называлась «Идеальный вкус». Если увидите в городе ярко-красный Lexus с номерами Flat Red, знайте, что за рулем Вадим. Не подрезайте его, пропускайте. Ну что, друзья, на закуску авторский напиток Flat Red от Вадима Грановского. С удовольствием. Я в целом хочу призвать искать новые вкусы, создавать собственные напитки, удивлять друзей и близких. Если вы хотите смешать самые неожиданные ингредиенты с кофе, делайте это, экспериментируйте, удивляйте себя и других. А я покажу, как приготовить крутой новый необычный напиток Flat Red дома. Нам понадобятся хорошие гранаты, которые мы будем резать и давить. Толковым ножом. Щик. Это может быть ручной пресс. Это могут быть любые подходящие соковыжималки. Свежевыжатый сок – это отдельный вид удовольств. Гранаты у нас высочайшего качества из Азербайджана. Их цвет и вкус, и даже аромат – это именно то, что нам нужно. С гранатами мы разобрались. Апельсины. Фрукты рекомендую тщательно выбирать. Их цвет, вкус крайне важны. Тонкая кожура, размер, цвет, степень зрелости – все это скажется на вкусе. Гранаты должны быть сладкими, кислыми, теркими одновременно. То есть, вот такой богатый вкусовый букет, который вас удивит потом в чашке. Апельсины рекомендую использовать пупочные. У них вот такой пупок есть. Небольшого размера, испанский. У них богаче вкус, богаче ароматика. С апельсинами история гораздо проще, чем с гранатами. Мы их разрезаем напополам. Делан из них сок. Но что важно, нам нужен не только сок на этажуре. Нам нужна цедра и ее эфирные масла. Поэтому мы делаем еще вот так. Вот сейчас уже слышен этот аромат. Это хорошо бармены используют в коктейлях, когда срезают, выдавливают эти эфирные масла и существенно обогащают ароматику напитка. Нам это тоже нужно. В напитке, во флотреде мы обязательно получим эти ароматы. Огонь. Да, выглядит романтично. Эротично? Да. У тебя в кофейне работают девушки. Они тоже справляются с этим прессом? Да, это не требует большой силы. Это требует техники и любви к людям. Так, с соками мы разобрались. Дальше. У нас будет эспрессо на открытом холдере. Я хочу рассказать тебе про открытый холдер. Классический холдер. С двумя желобками, да? Два металлических желобка, по которым стекает кофе. Вот открытый холдер. Он чисто, его открыли. В английском языке у него очень романтичное название. Naked. Обнаженный. Кофе попадает сразу в чашку, и мы получаем такой чистый, насыщенный вкус. Самое интересное происходит вот здесь. Это надо прям заглядывать. Посмотри, какая там красота. Да, густой. И теперь посмотри, что значит леверная машина. Как только ты эту разницу почувствуешь, ты поймешь, что любые преимущества обычной машины нивелируются. Густая, максимально густая пена. Ничего подобного даже такая машина не способна дать. Другой профиль экстракции. Ты специально использовал прозрачный стакан. Этот стакан с историей, да? Этот стакан с историей. Напиток яркого цвета. Нужно было показать этот цвет. Плюс это любимый стакан Джеймса Бонда. Дюролекс Пикарди. Если забить в гугл Дюролекс и Джеймс Бонд, мы получим несколько ссылок на фильмы с Даниилом Крейгом, где Джеймс Бонд, а в последнем фильме No Time to Die, Джеймс Бонд и Бонд Гелл, девушка Бонда, пьют виски из этого стакана. Это французское каленое стекло с историей, дико популярной Европе. Из него пьют все. Чай, кофе, пиво, вино. И очень интересный момент. Это каленое стекло, которое держит диапазон температуры в 120 градусов. Кладешь в морозилку, потом туда наливаешь кикаток, он этого держит. Теперь мы будем взбивать сок, так же, как мы взбиваем молоко. Напомню, внутри у нас гранатовый фреш и апельсиновый фреш. Затем мы просто вливаем. Ух, какой цвет. Как пиджак Дэниела Крэйви на премьере этого фильма. Можно пробовать сразу или надо дать ему? Нет, можно пробовать сразу. Ну-ка, подожди, мы сейчас еще добавим. А-а-а, да. Вот теперь он ваш. Друзья, это тот напиток, ради которого я ездил в не самый свой любимый район на Подол. Слушай, я... Каждую субботу это божественно. Спасибо. Правда, приятно. Он для нас стал destination drink. То есть ради него приезжают из других городов и даже стран, пишут нам приятные теплые слова в фейсбуке, в инстаграме, в TripAdvisor, и я думаю, что у него большое будущее. За это и выпьем. Что делать тем, кто не хочет заморачиваться с помолом, холдером, хочет максимально все упростить, но получить хороший продукт дома? Да, есть оборудование, которое порадует таких людей. Кофе высочайшего качества, приготовленный при помощи автоматической кофейной машины. Мы говорим о швейцарской автоматической машине Юра. Это их флагманская модель Z10. Результат кофе, который готовит Юра, максимально близок к тому идеальному эспрессо, который может приготовить профессиональная рожковая машина. Здесь все просто. Интегрированная кофемолка, рецепты, нажатие кнопки. Прямо сейчас я нажимаю эспрессо, машина смалывает кофе, дозирует, выдает эспрессо безупречного качества. У меня была забавная история, связанная с эспрессо, рассказанная одним моим знакомым. Когда все только начиналось, когда кофе варили в пирожках, это такая машина, там сзади открывались двери. Они до сих пор существуют. Один мой знакомый был практически пионером этой индустрии, это был 2008 год. В общем, стоит такой пирожок, он там как-то сам создал эту кофемашину, как-то она там что-то варит, выдает фиксированную порцию воды. Левый берег, метро Дарница, спальный район. К нему подходит такой интеллигентного вида юноша в шарфе и говорит, мне, пожалуйста, эспрессо. Он нажимает кнопку, у него был такой еще момент лояльности, он купил маленькие шоколадные конфеты. Ему варит такой полный стаканчик картонный, говорит, пожалуйста, дает ему конфетку, а этот не берет. И он стоит такой с протянутой рукой, с стаканчиком кофе. И молодой человек говорит, я заказывал эспрессо, здесь не эспрессо. Он ему начинает объяснять, что наша кофемашина настроена так, как любит большинство, она варит определенную порцию жидкости. И наш эспрессо, он таков. Он говорит, настоящее эспрессо 30 миллилитров жидкости. Я заказывал настоящее эспрессо. Что мой знакомый делает следующим образом. Была зима, он отливает лишнее и дает ему этот стаканчик. Так, вопросы все отпали, конфету шоколадную он не забрал. Тоже достойный продукт. Это те же зерна или какие-то другие? Это Колумбия, это другие зерна. Это Колумбия натуральной обработки, хороший спешлти кофе, который хорош для автоматических машин. Друзья, рассказали вам сегодня 10%, наверное, максимум от того, что могли рассказать. Вадим знает о кофе много и планирует запустить свой обучающий курс на эту тему, как готовить кофе дома, что вам нужно знать. Следите за новостями, обязательно подпишитесь на его инстаграм и фейсбук. Сегодня мы не раскрыли все темы, у вас наверняка осталась куча вопросов. Наш ролик был сегодня довольно спонтанным. Мы заехали на чашку кофе и остались отснять для вас это видео. Сейчас 12 часов ночи, я вас прошу сильно не бухтеть по поводу того, что мы как-то медленно разговариваем. Я сегодня с утра до вечера на съемках, Вадим на работе, поэтому если кому-то медленно, поставьте на скорость 2 и смотрите с желаемой скоростью. Пишите обязательно свои вопросы в комментарии. Мы постараемся на них ответить кратко. Если не получится кратко, запишем еще один ролик. Когда будете в Киеве, на Подоле, загляните обязательно в Coffee in Action. Сейчас эта кофейня работает в формате обучающего центра. Вы видите здесь коробки с кофемашинами. Если вам нужна консультация по кофе, обращайтесь к Вадиму. Он отвечает вежливее, чем я, когда ему пишут по ночам. Нет. Нет. Как ты сказал, будьте кратки, иначе мы запишем еще один ролик. И напоследок хочу вам сказать, что частичка Coffee in Action теперь живет и в моем офисе. Спасибо, Вадим. Да, друзья, это реально отличная новость. Вот леверная машина, которая готовит отличные эспрессо, теперь в агентстве Match. И Валерий теперь готовит кофе для своих гостей. То есть кофе для людей с хорошим вкусом теперь в агентстве Match. Я пока начинаю постигать эту науку, так что недели через две приглашаю вас выпить чашечку настоящего эспрессо. Спасибо тебе за твое время. Всегда приятно наблюдать за мастерами своего дела. Это взаимно. До встречи. До встречи.